Я вообще предприниматель и в последнее время занимался тренингами, различными семинарами, продавал их в основном. А сейчас в дальнейшем планирую быть тренером и консультировать. Меня пригласили, я давно уже слышал об этом семинаре, еще в прошлом году. Наблюдал за людьми, которые его прошли. Это очень серьезный рост был этих людей, профессиональный. Это Станислав Бодягин, Екатерина Анкина. И я очень хорошо поучился у них тоже некоторым вещам. Мне понравилось, я поехал на этот семинар, чтобы научиться у самого Ричарда тем приемам, методам, которые он использует в терапии, в коммуникации. В моей деятельности они могут помочь напрямую. Почему? Потому что это коммуникация, это общение с людьми. Когда мы взаимодействуем, мы всегда что-то хотим. Что-то хотим получить, что-то хотим дать взамен. Здесь очень серьезно я научился выстраивать отношения, прямо на глубоком уровне. Подстраиваться по принципам человека, по его ценностям и по тем вещам, которые на уровне физиологии идут. И это очень помогает установить взаимосвязь с человеком, для того, чтобы его понимать лучше, его видеть. Не те шаблоны, которые есть в голове, а именно самого человека видеть. И чтобы он понимал лучше меня сам непосредственно. Это серьезный очень инструмент, это серьезное исследование, это, по большому счету, наука, которая позволяет нам понимать то, как работает наш мозг. И то, как мы им пользуемся в достижениях или в недостижениях, то же самое. И если мы умеем этим пользоваться, то тогда наши достижения увеличиваются и приумножаются. По крайней мере, то, как это делает Ричард, то, как он это делает в семинарах, это прямо показательно и прямо для обучения направлено. Ричард преподносит материал, как я считаю, сразу на двух уровнях. Один на осознанном, на сознательном уровне, второй на подсознательном. Обучение не как дрессировка, я вам дал материал, повторяйте, делайте, да. А обучение именно, он задал рамку, и в этой рамке мы ищем свое направление, свой путь, или даже лучше сказать, как бы, свой стиль. И, в принципе, в этих рамках ты можешь достигать гораздо больших результатов, чем мог раньше. Я заметил, что для него самое важное в работе с нами непосредственно, как со своими учениками, это достижение наших непосредственно целей, и он в этом участвует на все 100%. То есть он этому отдается. Тем самым, конечно, он своих целей достигает, но самое главное, что это чувствуется, когда ты начинаешь с ним разговаривать, особенно лично, ты понимаешь, что он тебя видит действительно, он воспринимает тебя, и что он действительно тебе поможет. То есть возникает доверие. То есть он это делает так, чтобы мы научились. Его стиль отличается тем, что он исследователь. Мы видим, как он сам развивается. Он не боится ошибаться, он не боится это показать. Он играет постоянно, искренне, естественно играет роли, которые тоже нацелены на то, чтобы нас научить, на то, чтобы научить нас эти роли играть, и на то, чтобы достичь результатов, опять же. Например, с одним надо посуровее, с другим надо поигривее, с кем-то надо нежнее себя проявить. И вот это в стиле его, все перемешано, все смешано, это все для исследования. То есть главная линия — это исследовать и что-то новое узнать. Я даже домой уезжать не хочу, потому что, ну, классные люди, очень, очень интересные люди. И такая концентрация людей, которые развиваются, которые стремятся к чему-то, и у них есть конкретные цели, они прорабатываются, они не стесняются работать над своими проблемами. Ну, создается, соответственно, определенный мир тут, микромир такой, в котором жить хочется, действительно. Я понимаю, что я сейчас приеду домой, там чуть-чуть по-другому будет, но я внесу свой вклад, свою толику в тот мир, чтобы он стал хоть на чуточку похож на этот. Открытостью, доверием, отношением к жизни и желанием сотрудничать. Открытостью. Открытостью.